Пренеприятнейший вопрос в судьбе и жизни президента, получивший очень серьезное звучание. Кригер Рика, гражданин Германии, оказывается, только в 1993 году родился, судом приговорен в Беларуси к исключительной мере наказания. По нашей конституции и законам, последнее слово всегда за президентом. Обращается, не обращается. Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президента это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания. Но решение нужно принимать. Я хочу просто с вами в этом плане, ну не то, что можете посоветоваться, но услышать ваше мнение. Вы, люди, непосредственно причастны к рассмотрению этого дела. И следователь наш, и адвокат, который, я так понимаю, защищал Рика Кригера в суде. Ну и человек, который первый мне доложил о том, что у нас совершено соответствующее диверсионное действие, которое, к счастью, не привело к гибели людей. Ну и не только там, насколько я знаю, суд вменил ему в вину. Не только это. Поэтому я вас попрошу, вы меня проинформируйте, прежде чем я буду принимать решение по данному вопросу. Данное уголовное дело находилось в производстве следственного управления КГБ Республики Беларусь. В ходе совещания у президента были детально доложены все обстоятельства данного уголовного дела. Президент внимательно заслушал всех лиц, приглашенных на данное мероприятие. С учетом обстоятельств уголовного дела могу сказать следующее, что вина Кригера Рика в совершении инкриминируемого ему преступления полностью доказана. В ходе совещания президенту были доложены все обстоятельства данного уголовного дела. С учетом тяжести совершенного преступления, Минским областным судом Кригер Рика был приговорен к высшей мере наказания смертной казни. Сомнений в его виновности не возникало. С учетом того, что Кригер Рика подал ходатайство о помиловании на имя президента, то данное решение сейчас за президентом в соответствии с действующим законодательством. Я оцениваю данный разговор как откровенный. Полагаю, что президент услышал мнение всех сторон, которые присутствовали в процессе разговора. И мы со своей стороны рассчитываем на акт гуманизма, который примет глава государства. Все в руках президента Республики Галрус. Остальное все это инсинуация, извините. Мы читаем в прессе много данных и сведений, но у меня лично никаких подтверждающих данных, как о помиловании, так и о отклонении этого ходатайства нет. Поэтому Александр Григорьевич сказал, что будет размышлять и примет решение. Во-первых, для меня это было полной неожиданностью, что я тоже оказалась на этом совещании, потому что я журналист, я просто делала свою работу. Но для президента очень важно досконально разобраться в ситуации, поэтому он пригласил меня как журналиста, человека погруженного в судебный процесс. Я работала на этом судебном заседании практически все время, поэтому кое-что тоже, наверное, знаю и могу рассказать. Я это, наверное, очень ценю как журналист. Для меня очень показательно, что сегодня президент пригласил на это совещание людей, которые были абсолютно погружены в процесс по уголовному делу гражданин Германии Эрика Кригера, который, как вы знаете, коллеги, был осужден больше месяца назад и приговорен к высшей мере наказания, к смертной казни по понятной причине. Для всех, мне кажется, потому что уже много об этом рассказано. Что меня тоже, наверное, приятно удивило. Был также адвокат, вот тот человек, который защищал этого преступника в суде. Президент хотел досконально разобраться в этой ситуации. И, понятно, для него это важно, как и всегда, для того, чтобы принять правильное решение. И да, я работала в судебном процессе. Да, я видела и реакцию стороны защиты, видела реакцию представителей консульства. Меня, честно говоря, так удивило, когда люди озвучивают, во-первых, тяжелое преступление, во-первых, страшное преступление. И действительно, вот там сегодня адвокат говорил, что, ну, там же суммы небольшие, как бы, ущерба, да. Ну, да, суммы-то небольшие. А если бы там поезд должен был приехать через минуту после взрыва? А если бы этой минуты не было? А если бы взрыв пришелся как раз на время прибытия поезда? В принципе, такое же поведение вот было у них, у сотрудников представителей консульства. И в суде они то улыбались, их почему-то забавляли, вот эти вызывали улыбку, когда зачитывали, там, может быть, несколько раз, а может быть, и 10, и 20, и 30. Казалось бы, одни и те же вещи, но суд досконально пытается разобраться каждый раз, ну, во всех обстоятельствах. И потом, когда, еще один такой момент, я вот для себя отметила, потом, когда был вынесен уже приговор, прошло буквально, наверное, минут пять. Вот они вышли из зала суда, адвокаты, работники, представители консульства Германии, они так, ну, знаешь, они обнимались, они улыбались. Такое ощущение, я не знаю, вот похлопывали друг дружку по плечу, улыбки, вот, и мне странно, я думаю, вот только что гражданину вашей страны вынесли, даже вот не брать, если то, что он совершил, все это понятно, но да, вот гражданину вашей страны вынесли смертный приговор, высшую меру, исключительную меру наказания, а у вас улыбки. То есть, и еще у меня вот сложилось впечатление, что этим людям, и поскольку сейчас мы не слышим никаких ни действий, ни заявлений со стороны вот правительства Германии, руководства Германии, властей Германии, может быть, им просто реально плевать, вот они кинули своего, гражданин своей страны, как бы то ни было, какие бы преступления там не совершил человек, но он гражданин вашей страны, и, как мне кажется, ваша обязанность, вы должны хотя бы попытаться каким-то образом ему помочь, там, ну, как-то связаться, там, ну, хоть что-то сделать для него, вот, а здесь этого ничего не было. И я даже вот в какой-то момент поймала себя на мысли, а может быть, они хотят, чтобы смертный приговор привели в исполнение. И, по сути-то, этого человека сейчас защитить некому, то есть, вот он в Беларуси, он обращается к президенту с прошением о помиловании, то есть, к своим властям, ну, он понимает, что бессмысленно. Получается, глава государства, другого государства, нашего государства, да, отнесся более, более внимательно к гражданину Германии, чем к дипломатам? Жень, выходит так, но наш президент, он же, это не важно, гражданин Германии там, что он сделал, он всегда в любой ситуации старается досконально разобраться, поэтому сегодня здесь мы, поэтому сегодня прям вот подробно обсуждались разные вещи. Да, я, конечно, понимаю, что это очень тяжелое преступление, им абсолютно нет оправдания, и пока я сидела в этом зале суда, я просто не понимала, как человек сегодня в здравом уме вообще способен совершать подобное. Это страшное преступление, теракт. Но, с другой стороны, вот увидев все вот это, вот эту реакцию, его бросили, вот просто, мне, ну, честно, как-то даже по-человечески стало его, по-женски жаль. Ну, решение принимать президенту, я понимаю, что у него сейчас, ему нужно принять очень сложное решение, но я уверена, что он, как всегда, поступит мудро. Решение будет правильным.